МИР МЕНЯЕТСЯ Согласно проведенным исследованиям, чтобы нация прожила более 25 лет, коэффициент рождаемости должен быть 2,11 детей на семью. Если меньше этого, нация исчезнет. За всю историю ни одна нация не восстановилась при коэффициенте рождаемости в 1,9 детей. А восстановиться при коэффициенте в 1,3 невозможно. Потому что для восстановления тогда потребуется от 80 до 100 лет, а экономической модели, которая бы могла поддержать существование нации столь долго, не существует. Другими словами, если есть две пары родителей и у них по одному ребенку, то детей в два раза меньше, чем родителей. И если у этих детей будет ребенок, то внуков будет в 4 раза меньше, чем родителей. Когда сокращается популяция, сокращается и нация. На сегодняшний день коэффициент рождаемости во Франции 1,8, в Англии 1,6, в Греции 1,3, в Италии 1,2, в Испании 1,1. По всему Европейскому Союзу в 31 стране рождаемость в среднем равна 1,38 детей на одну семью. Исторические данные говорят, что это число невозможно увеличить. С годами Европа такой, как мы ее знаем, перестанет существовать. Однако население Европы не уменьшается. Почему? Эмиграция. С 1990 года прирост населения в Европе на 90% происходит за счет исламской эмиграции. Франция 1,8 детей на семью. Мусульмане 8,1. 30% детей в возрасте до 20 лет мусульмане. В Ницце, Марселе, Париже, в больших городах эта цифра выросла до 45%. К 2027 году каждый пятый француз будет мусульманином. За последние 30 лет в Англии азиатское население выросло с 82 тысяч человек до 2,5 миллионов. 30-ти кратное увеличение. Там более 1 тысячи мечетей, многие из которых бывшие церкви. В Голландии 50% всех новорожденных – арабы. И лишь через 15 лет половина всех голландцев будут мусульманами. В Бельгии 25% населения и 50% новорожденных – мусульмане. Бельгийское правительство подтвердило, что одна треть всех европейских детей к 2025 году будут рождены в мусульманских семьях. Каких-то 15 лет. Правительство Германии вынуждено было объявить об этом публично, заявив, что спад рождаемости немцев уже не остановить. Теперь это необратимо. К 2050 году Германия станет исламским государством. Муаммар Каддафи из Ливии заявил, «Похоже, Аллах подарит нам победу в Европе без мечей и оружия завоевания. Нам не нужны террористы, смертники. Всего лишь через несколько десятилетий 50 с лишним миллионов арабов в Европе превратят ее в мусульманский континент». В Канаде числа говорят о том же. Сейчас здесь коэффициент рождаемости 1,6 на единицу. Это меньше, чем надо. В США текущий коэффициент рождаемости 1,6. Вместе с латинскими нациями и иммигрантами увеличивается до 2,11, до самого минимума для поддержания существования нации. В 1970 году в США было 100 тысяч мусульман. Сейчас 9 миллионов. Мир меняется.